Белград присоединился ко всероссийскому конкурсу «Народный участковый». Он пройдет в три этапа на районном, областном и всероссийском уровне. Голосование доступно для всех желающих. Как принять в нем участие, расскажем в сюжете. Алексей Сафонов – победитель регионального этапа конкурса «Народный участковый-2013». Майор полиции, старшеучастковый и поналомоченный, работает в Волоконовском районе. По его словам, благодаря конкурсу его труд стал заметнее. Многие поздравляли, высказывали слова благодарности. А также в работе еще более стараюсь подтвердить свое доверие к гражданам. Второе место на региональном этапе занял Федор Стояненко, участковый полномоченный 3-го отдела полиции ОМВД России по Белгороду. Наверенной ему территории в основном молодежь. Студенты не у БелГУ. В этом году он планирует не упускать шанса на победу. В конце августа, начало сентября было у нас поселение в общежитии. Мы приехали на старой площадке и приезжали родители. Некоторые даже родители, мне было приятно, что они узнали. Говорит, вы здесь участковый, мы вас видели на сайте, что вы участвовали в конкурсе. Я как-то удивился, думаю, откуда люди просматривают сайт и видели по телевизору, что вы будете охранять наших детей. Ну а так, хочу сказать, участвовать в конкурсе, конечно, это хорошо. Побеждать еще лучше. Старт онлайн-голосованию был дан на пресс-конференции во властном ОМВД. Ознакомиться с профессиональными достижениями и личными качествами участников можно на официальных сайтах ОМВД России. Начало сегодняшнего конкурса, вы знаете, первый этап, он пройдет среди всех территорий районного звена, где люди будут иметь возможность высказать за своего участкового, которого они знают, которого они не верят, которого поддерживают. И мы надеемся, что через буквально с 11 по 20 число мы будем отслеживать в ежедневном режиме стадию голосования, количество, и мы уже будем видеть, наверное, тех лидеров, которые уже будут проявляться в разрезе районов нашей Белгородской области, а затем уже конкретно на каком административном участке. Конкурс «Народный участковый» проходит в третий раз. Он проводится для укрепления обратной связи с населением и в целях повышения престижа службы. Те, кто у нас занимает высокий рейтинг, участвуют в финалах. Это, соответственно, оценивается также руководством ОМВД. И часто является основой для принятия кадровых решений. Вот непосредственно могу сказать, участковый, который в прошлом году занял у нас высокий рейтинг, в настоящее время назначается на должность заместителя начальника участковых ОМВД России по городу Белгороду. Победители районного, областного и всероссийского этапов определяются путем подсчета голосов. Лучшие народные участковые области представят регион на общероссийском этапе, который пройдет с 1 по 10 ноября. Отметим, что с начала года белгородскими участковыми раскрыто более 2000 преступлений и более 33 тысяч административных правонарушений. Диана Калегинова, Дмитрий Ерема. К этому часу Белгород.